И снова здравствуйте, с вами Деф. Ну а мы продолжаем разбирать историю секретных войн, и сегодня мы вернемся к иллюминатам. Эта голова повествует о том, как Рид Ричардс, используя свой мост, обращался к другим вселенным и смотрел, как другие группы иллюминатов из других вселенных пытаются бороться с сопряжениями. Возможно, иллюминаты из нашей 616-й вселенной что-то упустили. Возможно, просто собрать информацию и понимать, как может развиваться тот или иной сценарий, сопряжение и к чему готовиться. А может быть, кто-то даже нашел вариант, как со всем этим бороться. Также мы разберем с вами, что происходит с Доктором Стрэнджем, потому что он потерялся от иллюминатов, и они не знают, где он. Они даже не могут найти никаких его сигналов, его тела в нашей вселенной. Он просто как сквозь землю провалился. Фактически это произошло буквально. Что произошло со Стрэнджем, вписывают в эту историю про иллюминатов между строк. Для того, чтобы лишний раз вас не путать, потому что история и так очень запутанная, мы просто разберем сперва иллюминатов, а потом разберем Доктора Стрэнджа. Итак, поехали. История начинается ровно с того, с чего мы начали в самом начале, где Рид Ричардс из Фантастической Четверки обращается ко всем иллюминатам со словами, что все умирает, абсолютно все, планета, галактика, вселенная, и я с этим согласен. Однако я не готов мириться с тем, что кто-то это ускоряет, и оно начинает происходить быстрее. Собственно, мы все это с вами видели, мне кажется, в первой части как раз мы с этого и начали. И вот в этом случае группа иллюминатов состоит из других личностей. Здесь Тони Старк, Железный Человек, Черная Пантера, Шури, Черная Пантера, Т'Чала, Профессор Икс, Магнето, Капитан Марвел, Это не Кэрол Денверс, это самый настоящий Марвел оригинальный, и Черный Гром из Нелюдей. И это вселенная 23.0.99. Мы видим, что в этой вселенной Аттилан, город иллюминатов, все еще цел. Однако, массовый планетарный терегенезис точно так же произошел, только в случае 616-й вселенной Черный Гром взорвал бомбу для того, чтобы противостоять Таносу. А здесь Максимус безумно использовал какую-то машину для того, чтобы спровоцировать этот терегенезис. То есть вселенные вроде бы похожи, но есть некие изменения. И вот эта группа иллюминатов получает сообщение о том, что где-то здесь начнется сопряжение. И скорее всего это произойдет вот где-то здесь, прямо посреди города. Если правильно понимаю, это Манхэттен. И вот когда они спускаются на землю, то мы видим буквально один маленький кадр, что город сильно пострадал. Можно предположить, что терегенезис здесь захватил намного больше людей, чем предполагалось, что спровоцировало полный коллапс, полную разруху. Представьте себе час пик, и допустим 50% всех людей внезапно превратились в коконы. То есть это аварии, катастрофы, несчастные случаи и вот все вот это дело. И конечно же все завалено ошметками этих коконов. И вот они между собой обсуждают, что такое количество нелюдей может нам значительно усложнить то, как мы будем разбираться с этим сопряжением. Но, с другой стороны, с нами есть черный гром, он как-никак лидер не людей. Хочется верить, что все-таки к нам не будут приставать, и не будут нам мешать, когда увидят, что с нами их король. И вот они находят эту стенку, карман сопряжения, проходят сквозь него, и перед ними красный мир. Мы это давно разбирали с вами, возможно кто-то забыл, давайте напомню. Сопряжение происходит в двух цветах, красный и синий. Мы здесь в этой истории разберем детально оба. Итак, красное сопряжение, это самое обычное сопряжение, когда просто две вселенные сталкиваются. Образуется карман в 8 часов, в рамках которого нужно решить, что делать, потому что точки сопряжения, это планета Земля. Если мы уничтожаем одну точку сопряжения, то есть какую-нибудь планету, то вселенные просто проходят сквозь друг друга и обе живут, при этом мы теряем одну планету. Если мы не уничтожаем ни одну планету, то они сталкиваются и две вселенные взаимо уничтожаются. Так вот красное сопряжение, это просто соприкосновение двух вселенных. И как бы, что произойдет, то произойдет. Мы уже с вами видели вселенную, в которой прилетели местные строители и уничтожили Землю. Затем мы видели с вами сопряжение, в котором Галактус уничтожил эту Землю. Вот здесь конкретно прилетели черные жрецы. Хрен не слащие, редкие друзья, сложно сказать, что лучше, когда Галактус прилетает уничтожать вашу планету или же вот эти существа. Однако, мы переносимся в основную 616-ю вселенную, конкретно в Некрополь, где иллюминаты обсуждают с черным лебедем какую-то технологию. И она пытается им объяснить, что им нужно сделать для того, чтобы упростить свои действия в рамках всех этих сопряжений. И она пытается все это объяснить, но не может подобрать слова. И она говорит какими-то загадками, что вам нужно построить магическую коробку, которая будет в зеркале показывать ваши потребности. И вот все иллюминаты, одни из самых величайших ученых на Земле, пытаются расшифровать, что она говорит. И выясняется, что зеркало это экран, какая-то коробка это устройство, а ваши желания или же ваши потребности, это получаются параметры или же значимые. И вот когда они все это дело переводят на научный английский язык, как в первых Мстителях, когда они впервые собрались на борту Хели Керриера, и Тони Старк впервые увидел Брюса Бэннера, и они вот как раз пообщались. Вот здесь то же самое. И когда они начинают понимать, что от них нужно, Рид говорит, что вообще-то нам ничего изобретать не нужно, все уже давным-давно изобретено. То, что она называет волшебной коробкой и зеркалом, я называю мост. Напоминаю, друзья, что такое мост. Когда-нибудь у меня дойдут руки, и мы обязательно с вами разберем эту историю. Мне кажется, это самая классная история про фантастическую четверку. Ее, кстати говоря, тоже писал Джонатан Хикман. Поэтому он как раз делает отсылки к своим прошлым работам. Берет какие-то вещи, которые он создавал для этих персонажей раньше, и начинает их использовать здесь. Так вот, мост — это портал в мультивселенную, который изобрел Рид Ричардс, и вместе с фантастической четверкой они отправились путешествовать по бескрайним просторам сущего. Ибо фантастическая четверка всегда этим занималась. Они не супергерои, которые будут спасать нашу планету от того, когда какой-то главгад захотел всех убить и все отнять. Они исследователи. Именно благодаря фантастической четверке комиксы Marvel вводили огромное количество локаций, злодеев, персонажей и так далее. Так, например, негативная зона Аннигилус и вся Аннигиляция произошла, потому что давным-давно Рид Ричардс открыл негативную зону. Галактус появился первый раз тоже в комиксах фантастической четверки. Ну и так далее. Думаю, понимаете меня. И вот Рид говорит, что все уже создано, мне просто нужно внести небольшие корректировки, и мы сможем использовать мой мост, мой портал в мультивселенную, так как это хочет Черный Лебедь. И так, когда все корректировки были внесены, и мост был модернизирован, и он может транслировать видеокартинку из другой вселенной, то Черная Лебедь в восторге от того, что ее все-таки поняли, и начали делать то, как она говорит. Рабу Малал, которого она боготворит и поклоняется ему, будет ими доволен. А мы вместе с иллюминатами возвращаемся на Землю 23099, на которую напали черные жрецы. И они уничтожают абсолютно все, что видят. Людей, нелюдей, тех, кто в коконе, тех, кто только-только вылупился из него. То есть они особо не разбираются. И в этот момент в этого черного жреца прилетает энергетический заряд и аннигилирует его. Но как только он расщепился на атомы, он тут же собрался опять вновь. И мы видим, что это капитан Марвел. И он говорит, окей, у нас проблемы. Черный Гром, может ты попробуешь с ними поговорить? И Черный Гром с ними говорит. Голоса Черного Грома хватает для того, чтобы размозжить напрочь этих черных жрецов. Так что от них остались одни шлемы. И они вновь начинают собираться. Даже не полностью собранные они уже начинают говорить. При этом, интересный момент, что их речь прорисовывается в двух цветах. Зеленый, который нарисован какими-то непонятными рунами. И обычный черный, когда они пробуют разговаривать на всеобщем. Выразимся так. В данном случае это, конечно же, английский. И вот мы сейчас разберем, почему это так происходит. И так, когда эти существа начинают вновь материализоваться, то есть получается, что Черный Гром тоже с ними ничего не может сделать. Магниту просит, чтобы Чарльз попробовал к ним обратиться ментально. Залезть к ним в голову. Возможно, перепрограммировать. Ну, что-то сделать. В принципе, мощь Профессора Икс Чарльза Ксавьера, омега-мутанта. Вполне себе позволяет направить его телепатию на определенную группу лиц. И либо просто стереть их разум напрочь, что они будут просто сидеть, как овощи. И у них будет слюна капать. Либо же может превратить их, не знаю, в какую-то личность, которая будет считать, что она маленькая девочка, хочет бантик и бегать собирать ромашки. Ну, вот как-то так. И вот Профессор пробует по ним ударить ментально, но он в шоке от того, с чем он сталкивается. Эти два черных жреца замечают что-то, что пытается к ним обратиться телепатически и переговариваются между собой. Нашел что-то интересное. И у Чарльза Ксавьера в этот момент глаза белеют и из носа течет кровь. Потому что когда он попробовал ударить по этим ребятам, он столкнулся не с одним разумом. Он столкнулся с тысячами. Тысячами тысяч разумов. У них разум Улья. И они все непрерывно связаны. То есть как только он попробовал с ними слиться, или же нанести по ним телепатический удар, то отдача была такая, которую он вообще не ожидал. Магнито не понимает в чем дело, но хочет помочь своему товарищу. И он использует свою способность для того, чтобы снять с них шлемы. Как только шлемы сняты, мы видим, что у этих личностей нет лица. И на лбу каждого из них, как минимум на том месте, где должен быть лоб, нарисован символ. Обратите внимание, что именно этими символами они и переговариваются между собой. И как только эти шлемы с них сняты, они обращаются скорее всего к профессору. И все говорят одно и то же. Мы тебя видим. На поле боя появляется Тони Старк и пробует по ним стрелять из своих репульсеров. Параллельно с этим Рид Ричардс срочно запускает какой-то анализ для того, чтобы проанализировать, что перед ним. И натыкается на то, что они созданы из какой-то совершенно непонятной материи. У них нет никаких жизненно важных органов и нет никаких намеков на какую-то слабость. То есть куда по ним ни ударь, совершенно не важно. Результат будет один и тот же. Шури говорит, окей, ваша наука здесь не работает. Скорее всего, эти существа не научные, а магические. Поэтому она будет использовать свои способности. Можно предположить, что в этой вселенной богиня Баст наделила ее какими-то магическими силами. И в этот момент этот диалог слышат черные жрецы. И они, когда пересобираются вновь, они обращаются к иллюминатам со словами «наука», «магия». Это занимательно. Но вот вам урок. Защитники этого умирающего мира. Игнорируйте абсолютно все свои научные или же магические дисциплины. Это совершенно не важно. Все обстоит намного проще. Единственное, что имеет значение, это слова. Про остальные вещи лучше вообще не говорить. И у каждого из этих черных жрецов загорается руна на лбу, и они соединяются небольшим зеленым дымком. Выразимся так. Затем все иллюминаты вспыхивают ярким пламенем, а мы видим, как эти черные жрецы используют каждую руну у себя на лбу, и это все превращается в некое слово. Мы будем разбирать детально, как это работает, позже по истории. Пока что не придавайте этому особого значения, просто комикс нам это тизерит, выразимся так, что вот эти существа работают каким-то таким образом. И мы видим все, что осталось от иллюминатов. Просто кучка костей. Мы видим черного жреца, который поднимает свой шлем, надевает его на себя и произносит. Все так, как и должно быть. Большинство не может выдержать слова. Есть ли здесь еще кто-либо, с кем нам надо поговорить, перед тем, как мы можем забрать это пространство? И тут они оборачиваются и смотрят куда-то в пустое место. Говорят, что наблюдатели наблюдают. Скорее всего, зеркало активно. Интересно, кто же на нас смотрит? Картографы? Или же нас почтили своей честью белые короли? И вот тут я хочу сделать небольшую оговорку, потому что кто-то может сказать, подожди, Дев, здесь же написано Эбблин Кинг, черный король. И первое, что приходит нам в голову, это, конечно же, Нолл, бог симбиотов. Однако тут есть несколько моментов. Во-первых, первое упоминание о Нолле появилось спустя 4 года после событий этого комикса. То есть на момент написания секретных войн Джонатана Хикмана Нола даже примерно в планах не было. Была всего одна идея уничтожить вселенную, а там будем посмотреть. Более того, непосредственно голобалка Король в Черном вышла вообще в 20-м году. Ну и последнее, когда я искал и пытался разобраться, почему же все-таки Эббони Кинг, то я нашел информацию о том, что подтвердили, что эта печатная ошибка изначально имелась в виду белые короли, о которых мы уже здесь слышали. Поэтому никакого глубинного смысла тайного подтекста здесь нет, это просто печатная ошибка. Едем дальше. Итак, черные жрецы берутся за руки и произносят примерно следующее. День сближения, они используют свой термин, настал. День, когда будет произнесено последнее слово. Если ваша вера привела вас к тому, чтобы противостоять нам, черным жрецам, тогда спросите себя, какова цена вашей жизни? И есть ли вообще какая-нибудь надежда? И они уничтожают эту планету. А иллюминаты просто в шоке от того, что только что увидели. А мы едем дальше. История начинается точно так же. Рид Ричардс говорит, что все погибает, я с этим согласен, но не готов мириться с тем, что кто-то или что-то это ускоряет. И мы оказываемся во вселенной 2319, в которой группа иллюминатов состоит из доктора Дума, черной пантеры, желтого жакета или шершня, называйте как хотите, капитана Британии. И в этом случае их здесь два, это Бетси Брадок и Брайан Брадок, железный человек и Эмма Фрост. В этой вселенной Магнитос стал героем мутантов. Он смог спасти всех мутантов после четвертой войны апокалипсиса и коллапса яйца Феникса, что бы это ни значило. Затем он построил два летающих города и все мутанты отправились туда. Это место называли Раем. И там живут его ангелы, которых он защищает от ужасов и демонов земли. То есть от стражей и тому подобного. Таким образом в этой вселенной мутанты все-таки нашли свою утопию и у них вроде бы все хорошо. И тут как раз именно на эти летающие города двигаются иллюминаты, потому что точка сопряжения должна быть где-то здесь. И точно так же, как в прошлый раз, они обсуждают, что мы надеемся, что мутанты нам не помешают. В прошлый раз это были не люди, здесь это мутанты. И так они находят точку сопряжения и этот мир синий. Синий мир, как мы помним, обозначает картографов. И когда черная лебедь увидела сопряжение синего цвета, она была в ужасе, потому что она сказала, что это очень плохо. Это намного хуже того факта, что сейчас какой-то мир или две вселенные будут уничтожены. Итак, давайте разбираться, что же это за картографы и почему это настолько страшно. Итак, когда происходит сопряжение с картографами и мир синий, то первым делом картографы пускают вперед специальных роботов, которые должны принять на себя первый удар, размягчить линию обороны противника. А в некоторых случаях, возможно, и смять ее. Итак, данные роботы достаточно мощные, очень способные, но они не созданы для того, чтобы долго существовать. Все, что они должны сделать, это нанести первый удар, установить специальный маячок, который обозначит данную вселенную на карте, и тогда смогут прийти основные картографы. Итак, кто это такие? Это раса искусственного интеллекта, невероятно мощная. Мы позже по истории узнаем, кто они такие, откуда они взялись, кто их создал, а главное, для чего. Однако, что самое важное, что они не могут путешествовать между вселенными. То есть у них нет технологии перемещения между одной и другой вселенной. Поэтому они ждут, пока начнется какое-то сопряжение. Далее они помечают этот мир, выкачивают из него абсолютно всю энергию, оставляя после себя просто камень. Пустой, безжизненный камень. И добавляют его на свою межгалактическую мультивселенскую карту. Как только данный уничтоженный мир, данная пустая земля, входит в сопряжение с другой вселенной, то они получают об этом уведомление, что такой-то мир, который добавлен на вашу карту, сейчас находится в сопряжении. И они могут отправиться на другой. То есть это саранча, которая кочует из одной вселенной в другую, из одного мира в другой, высушивая его полностью. Почему они такие опасные? Потому что у них есть такая же точная технология, очень схожая с той технологией, которая есть у Нимрода. Те, кто смотрят Fall of X и все, что происходит у мутантов, те очень хорошо знают, что это такое. То есть когда данные картографы вступают в контакт с каким-либо противником, они его сразу же анализируют. Совершенно не важно, кто эта личность, откуда происходят его способности или силы. То есть будь тот железный человек, и он получает свою силу из технологии, или же это мутант с геном X, или же это капитан Британии, у которого сила происходит практически из магии. Они анализируют данную личность, тут же просчитывают какой-либо вариант, как можно ему противостоять, и противостоят ему. То есть потребуется 2-3 смерти картографа для того, чтобы полностью проанализировать противника, а потом нанести по нему один фатальный удар. Именно это и происходит. Они уничтожают абсолютно всех, кто встает у них на пути. Первыми, конечно же, оказались мутанты, поскольку как-никак это все происходит у них. Магнит мгновенно вступает в бой и разносит одного из картографов, как-никак это роботы. Они тут же его анализируют, узнают, что он мутант, и спускают специальный импульс, или же каким-то образом выключают его ген X, а потом наносят мощнейший удар, который расщепляет полностью всех мутантов, оставляя от них один скелет. То есть они настроились на ген X, и таким образом, как только они нанесли удар, все мутанты вокруг тут же погибли. В том числе и Эмма Фрост, которая является членом иллюминатов. При этом все остальные ребята живы-здоровы, потому что по ним удар не был нанесен. Он был точечно направлен на одну определенную группу. И так как декартографы здесь находятся уже, и они смяли первую линию обороны людей X, то они могут приступать к тому, чтобы выкачивать энергию из этого мира. При этом они уничтожают тот мир, с которого они прибыли. Вот этот безжизненный камень, то есть это сопряжение, у нас есть две планеты, одна планета уже пустая, на другой планете все еще есть жизнь, мы сейчас здесь находимся. Поэтому они уничтожают безжизненную планету и добавляют на карту эту новую. То есть вот таким образом это двигается. И так, когда они запускают процесс выкачивания жизненной энергии из всей планеты, они обращаются ко всем жителям, которые здесь находятся. Говорят, что ваша планета была добавлена на нашу карту, и мы готовимся для того, чтобы полностью из нее все выкачать. Можете смело отправляться домой и делать то, что вы хотите. У вас есть время. То есть они не хотят всех уничтожать. Это не черные жрецы, которые приходят и уничтожают абсолютно любое сопротивление. Этим ребятам просто нужны миры, ни больше, ни меньше. То есть если вы хотите сидеть здесь, ждать спокойно своей смерти, они не против. Если вы хотите собрать вещи и куда-то улететь на другую планету, они тоже не против. Потому что, я еще раз напоминаю, друзья, если мы уничтожаем одну землю, две вселенные уцелеют. Именно это и делают картографы. И так на них набрасываются остальные иллюминаты. А именно, желтый жакет, черная пантера, капитан Британия и доктор Дум. И они говорят, что значит вы можете идти домой? Вы нам тут что сейчас указывать будете? Вы что думаете, что мы побеждены? Нет, мы сдаваться не будем. Картографы, как искусственный интеллект, не понимают эмоции. Поэтому они, мягко говоря, в шоке. Говорят, что это за агрессия такая? Откуда такой первозданный гнев? Это реакция на смерти тех, кто вышел против нас. Для того, чтобы полностью выкачать всю жизнь из этого мира, на это потребуется неделя. Вы можете делать все, что хотите. Мы не пытаемся вас уничтожить. Нам нужен просто один мир. Мы соберем всю биомассу отсюда, затем мы его уничтожим и две вселенные выживут. Однако, местные иллюминаты в ярости, они не сбавляют оборота, они бросаются в бой. Как только картограф видит это нападение, он одним молниеносным ударом просто сдувает желтого жакета и черную пантеру. Другой подхватывает капитана Британии и начинает его анализировать. И он в шоке говорит, у тебя есть возможность передвигаться между мультивселенной. Что, в принципе, правда, потому что капитаны Британии всегда могут вернуться в свое карманное измерение капитана Британии и оттуда передвинуться в другую вселенную. И он и говорит, что ты можешь путешествовать в другие миры. Почему ты еще здесь? Почему ты не убежал? И капитан Британия говорит, я никогда не убегаю, но я даю тебе выбор. Либо ты сейчас здесь умрешь, либо ты улетаешь отсюда. Что ты выберешь? И капитан Британия повторяет опять, я никогда не убегаю. Да будет так, его уничтожают. Их осталось всего двое, Рид Ричардс и Доктор Дум. Рид говорит, Виктор, нам нужно отступать, мы ничего не можем с ними сделать. Но это Доктор Дум. Доктор Дум отступать не собирается. Более того, он бросается на одного из этих картографов и разрывает его голыми руками на части. И говорит, зачем отступать, когда мы можем их завоевать. Картографы на это реагируют, и они отмечают, что сила данного противника чрезвычайно важна. Это наша первостепенная цель. Он только что уничтожил искусственный интеллект, который обрел самосознание сто циклов назад, чтобы это не значило. И он добавил на нашу карту тысячи миров. То есть мы можем предположить, что данный искусственный интеллект присоединился к рядам картографов и был в рядах одних из первых на тысячи мирах. То есть он смог адаптироваться под тысячи и тысячи героев с разными способностями и разными силами. И сейчас Доктор Дум его вскрыл как консервную банку. Поэтому картографы переключают все внимание на Виктора. И его закрывает собой Рид Ричардс. То есть в этой вселенной они настолько близкие друзья, что Рид пожертвовал собой, чтобы спасти Виктора. И с мертвым телом своего друга на руках Доктор Дум встречает свою смерть. Иллюминаты из основной 616-й вселенной в ужасе смотрят на все это дело и они понимают, что там, в мультивселенной, существуют силы, которые находятся за гранью их понимания. К этому нельзя быть готовыми. Они только что увидели, какие еще силы участвуют в этой войне за конец света, выразимся так. То есть это черные жрецы и картографы. И их альтернативные версии ничего не могут сделать ни с одними, ни с другими. То есть если какая-то из этих сил придет на нашу землю, на 616-ю вселенную, скорее всего ей конец. Также иллюминаты начали анализировать, что они еще могут найти, какую информацию они могут почерпнуть, заглядывая в этот мост, используя это зеркало, как выражалось черная лебедь. И оказалось, что данная машина, мост, показывает не прямую трансляцию из других миров, а она показывает прошлое, то есть то, что уже произошло. При этом она не может заглядывать в будущее, потому что принцип времени и пространства работает по-другому. Я не хочу особо в это углубляться, друзья, и вам не советую. Важен факт, что через мост они видят то сопряжение, которое уже произошло. Итак, Рид Ричардс также пробует поменять чуть-чуть значимые, которые он использует для того, чтобы настраивать свою машину на те или иные сопряжения. Конкретно он использует некие показатели, которые фиксируются на том, что две вселенные сейчас сталкиваются. Как-никак у них есть специальное устройство, которое отслеживает сопряжение. Вот он его чуть-чуть изменил на сигнатуру черного лебедя и хочет попробовать за ней понаблюдать, обратившись в прошлое. Они смогли найти совсем немного, но то, что они увидели, их шокировало. Как мы помним, мир черного лебедя был уничтожен черными жрецами. Затем она использовала ключ и когда появилась какая-то дверь, она ее открыла, там ее ждали другие девушки, черные лебеди и они приняли ее к себе в библиотеку миров. Дальше мы ничего о ней не знаем. Именно это и смогли увидеть иллюминаты. Далее тут не совсем понятно, что происходит, потому что вроде как библиотека миров находится вне времени пространства, таким образом мост не может туда заглянуть, потому что он перемещается строго по каким-то вселенным, то есть он перемещается по времени и пространству, а библиотека находится вне. Поэтому как только двери закрываются, мы не знаем, что происходит. Поэтому я лично предполагаю просто, что то, что нам показывает комикс, это лишняя дополнительная информация. Все, что нам нужно об этом знать, так это то, что черная лебедь испытывает особую неприязнь к черным жрецам, но как-никак они уничтожили ее мир, они уничтожили всю ее семью. И поэтому черные лебеди позволили ей вернуться в прошлое в тот момент, когда эти черные жрецы нападали на них и нанести по ним удар, используя новообретенные силы. Как-никак черная лебедь очень мощная личность, мы видели, что она может стрелять какими-то лучами из глаз, как-то так. Вот оказывается, что эти лучи развоплощают черных жрецов, то есть она оружие против этих личностей. И в момент ее первой стычки с черным жрецом она убила его и грубо говоря прошла свое испытание, выразимся так, если сильно вкратце. Тут же появилась дверь, ее приняли остальные черные лебеди и они ушли. Что самое интересное, то что она потеряла ключ. У черных жрецов есть ключ от этого места. Но они не успели открыть дверь, потому что как только она закрылась, она тут же пропала. И черные жрецы очень хорошо знают, что это такое. Они знают, что это некое место, которое появляется из ниоткуда и пропадает в никуда, и это дверь вне времени и пространства. Если они смогут зайти туда, они получат бесконечное количество миров, которое они могут уничтожать. Собственно, что они и делают. И теперь у них есть ключ. Теперь все, что им нужно сделать, это дождаться момента, когда они вновь найдут эту дверь. То, что нам следует подчерпнуть из данного конкретного момента, это то, что между черными жрецами и черными лебедями есть очень сильный конфликт. Это две фракции, которые друг друга очень сильно недолюбливают и хотят уничтожить. Черные лебеди со своей стороны хотят уничтожить черных жрецов, ибо они абсолютное зло и мешают их планам, их великому замыслу рабу Малала, кем бы он ни был. А черные жрецы хотят наоборот уничтожить черных лебедей, дабы получить доступ к библиотеке миров и коридор во все остальные уничтожать. И на этом мы будем заканчивать эту конкретную историю иллюминатов. Все, что нам показала данная история, это она показала, что еще происходит во вселенной, каким образом происходят сопряжения в остальных мирах, какие силы здесь есть и с какими противниками нашим иллюминатам предстоит столкнуться в будущем. То есть нам рассказали чуть-чуть больше про все эти сопряжения и уничтожения мультивселенной. А мы переносимся в наш еще один рассказ конкретно про Доктора Стрэнджа. Помните, в прошлых выпусках мы с вами обсуждали то, что у Доктора Стрэнджа есть некая очень темная книга, какой-то фолиан зла. Он называет ее Библия Крови. И когда Стрэндж захотел обратиться к этой книге как к последнему оружию, которое можно использовать против всего вот этого безобразия, Вонг тогда был в ужасе от того, что Стрэнджа в принципе посещают данные мысли. И так у него тогда не получилось этим грамотно воспользоваться, потому что ему помешал Эбонимо. И вот сейчас, когда вторжение Таноса закончилось, Стрэндж может наконец вернуться к тому, что начал. Он открывает портал и проваливается буквально сквозь землю в какой-то мир демонов. Когда он оказывается на месте, он озирается вокруг и его приветствует некое демоническое создание. И оно в принципе весьма дружелюбное. Оно сразу спрашивает, вы знаете, где вы оказались? И Стрэндж говорит, да. То есть вы знаете, зачем вы сюда пришли? Да. Тогда назовите себя. Меня зовут Доктор Стрэндж. Я величайший маг земли и я пришел сюда для того, чтобы купить. И это существо говорит, отлично, тогда проследуем за мной. И он показывает ему это место. Это место называется рынком грешников. И здесь можно приобрести абсолютно все. Но разумеется, что соответствует названию данного места. То есть тут продается все, что касается некромантии, демонических каких-то вещей и так далее. Тут же мы видим огромное количество людей или же существ, закованных в цепи. И вот все это дело. Также Доктор Стрэндж говорит, что он нашел это место без особого труда, как только он стер границу между черной и белой магией. Все, что имеет значение, это цена, которую ты заплатишь за те или иные силы. И эта фигура говорит, кстати, по поводу силы. Имейте в виду, Доктор Стрэндж, что это место адаптируется под своего покупателя. То есть чем дольше вы здесь находитесь, тем больше вещей вы будете замечать, потому что рынок будет трансформироваться под ваши нужды. Представьте себе, что вы вышли на улицу и сели просто в парке посидеть. И вы начинаете оглядываться вокруг. Что вы видите перед собой? Вы видите парк и кучу людей, которые отдыхают. Но если вы начнете в это дело всматриваться, то вы начнете замечать больше деталей. Плюс ко всему, ваш взгляд будет фиксироваться на чем-то, что вам интересно. Поэтому данная личность говорит, мой вам совет, будьте честны с самим собой и очень хорошо фокусируйтесь над тем, что вам нужно. То есть если Стрэндж сфокусируется на том, что ему нужно, он быстро найдет необходимую вещь. Если он будет ходить, бродить и прыгать от пятого к десятому, здесь можно потеряться на века. Итак, данная фигура приводит Стрэнджа к какому-то месту и говорит, так что же вы хотите? Что вы ищете? Долголетия? Счастья? Или же любви? И Стрэндж говорит, нет, мне не нужно ничего из этих вещей. Мне нужна сила. И данная личность даже немножко опешила, но у вас и так уже очень много силы. Я это чувствую, плюс ко всему вы смогли сюда прийти. Стрэндж говорит, все верно, но мне нужно больше. Мне нужна сила, чтобы двигать миры и сотрясать их фундамент. Я хочу, чтобы в моих руках была сила разрывать планеты на части и менять местами землю и небо. Итак, фигура говорит, хорошо, я вас понял, тогда вам в тронный зал. Вот сюда, проследуем за мной. И так, когда они доходят до этого места, то перед ними просто куб, абсолютно гладкий, ровный куб. Данная фигура говорит, вам сюда, я туда заходить не могу, потому что в тронный зал можно зайти лишь один раз. Можно предположить, что он уже однажды туда заходил, поэтому больше возвращаться не может. Итак, Стрэндж заходит внутрь и перед ним следующая картина. Он видит огромный трон и на нем выседает некая статуя прекрасной девушки с крыльями, сделанная из, я, друзья, не могу объяснить, что это такое, либо это какой-то металл, либо это какой-то камень, но она белая. И вокруг огромное количество маленьких, небольших девушек, абсолютно лысых, и они в каких-то балахонах. И вот Стрэндж подходит к этой фигуре, которая выседает на гигантском троне и обращается к ней. И тут его откликивает одна из этих девушек и говорит, что, ты смотришь на трон? Твое внимание притягивает именно эта большая массивная фигура, и ты не замечаешь всего остального в этой комнате, верно? Судя по всему, ты такое же точно разочарован, как и другие величайшие маги, которые к нам приходили. Ты у нас уже третий здесь, Стивен, поэтому садись, давай поговорим. Итак, она указывает ему на какой-то стул, Стивен садится и уточняет, так сколько, говорите, было здесь магов? Двое. Ты третий, но ты хотя бы сейчас дышишь, поэтому ты уже лучше, чем все остальные. То есть, ты пришел сюда за силой, я правильно тебя понимаю? И Стрэндж говорит, да, то есть данные личности все о нем знают, и они сразу же без лишних слов ему объясняют, как это все работает. Торговля силой у них происходит по следующим правилам. Они торгуют пятыми, одной пятой всегда. То есть, если человек хочет приобрести 20% силы Бога, то у него возьмут одну пятую его бессмертной души. Так сколько конкретно ты хочешь получить силы и готов ли ты на такие условия? То есть, согласен ли ты продать свою душу, Стивен? И Доктор Стрэндж говорит, согласен. И в этот момент эта фигура оживает на троне белая фигура с крыльями и говорит, сколько, сколько своей души ты готов отдать нам за то, чтобы получить силу? И Стрэндж говорит, всю, я готов отдать всю свою душу. А чем закончится эта сделка, мы узнаем дальше по ходу истории. И на этом мы будем заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, поставьте ему лайк, мне будет приятно, каналу полезно. Если вы хотите узнать, что будет дальше происходить в событиях секретных войн, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто, это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на ютюбе, либо же через мой телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, переводы статей, всяческие арты и вариации обложек. Если вам все это интересно, подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан1995AR, Павел Фомин, Хелл Хелл, Ибрагим Гусейнов, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Капрал26, Влад Моцарелла, Мим Чура, Шинджики Карри228, Андрей Мательский, Станислав Отвечалов, Алексей Першиков, Сергей Семченков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Смоуки, Иван Алицкий, Хитрый Крабос, Дил Варьор, Сугроб, Игорь Фролов, Коч, Александр Белял, Алекс Котт, Антон, Сергей Бодин, Владимир, Панда20К, Коли Романов, Роман Ким, Эль Примо, Арт Лаус, Марк Аврелий, Гладинг, Доктор Зик, Сергей Сергеев, Кримзон Михаэл, Доктор Найт, Стогни, Дислеер, Григорий Мартын, Никита Дортман, и Рэд Феникс. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Бусте есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. А также на определенном тире подписки есть небольшие аудио-рецензии на комиксы, которые не попадают в видеообзор. Ну а на этом, я думаю, точно всё. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам, и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.